Уже говорилось о том, что мелатонин был открыт Лернером в 58-м году. В 74-м году было сделано другое открытие, очень важное. Натану Танцевичу Райхлину, Игорем Моисеевичем Квитным и Толкачевым был открыт экстрапениальный синтез мелатонина. Это была статья в НЭЧе. Вот здесь представлены фотографии лидеров изучения мелатонина в мировой науке. Это Рейтер, Хас Рейтер, Иван Туйтуи, Вайтер Пирпаули. В 73-м году было обнаружено, что мелатонин тормозит развитие рака молочной железы у мышей. К нашему удивлению, американцы отметили, что это была первая работа по мелатонину для лечения рака молочной железы. Возрастное снижение синтеза и секреции мелатонина показало и в ту и ту. В 87-м году Вайтер Пирпаули показал, что мелатонин увеличивает продолжительность жизни мышей. И в 93-м году Рейтер с сотрудниками показал, что мелатонин – самый мощный эндогенный антиоксидант. Вот эта работа, которая была опубликована в опросах онкологии в 73-м году. Оказалось, что и так эпифиза лучше тормозил, сильнее тормозил рак молочной железы перееваемый, чем мелатонин. Но, тем не менее, мелатонин показал свой эффект. Вот еще историческое событие. Первый симпозиум по мелатонину в России был организован Игорем Моисеевичем Кветным в Обнинске в 92-м году. Затем симпозиум по мелатонину на множестве российских национальных конгрессах «Человек и лекарства» был организован Семеном Исааковичем Рапопортом, Федором Ивановичем Комаровым. Вот еще исторические личности в этой области. Это Кристиан Барщ, это Дэвид Блэск, Паула Лиссони, кардинали. В симпозиуме несколько было проведено мощных по раку и мелатонину и шишковидной железе. Вот два российских симпозиума проведены в Петрозаводске и Кондопоге в 2006-2013 году, которые имели большое значение. Вот в 2008 году в Доме ученых провели Всероссийскую практическую конференцию «50 лет мелатонину. Итоги перспективы исследования». Вот Ирина Анатольевна Виноградова. Сейчас это все признано Международным агентством по изучению рака. В Lancet Oncology была статья «Канцерогенность ночной работы». Вот работа одна из первых в России и в мире по влиянию светового режима на «Канцерогенез» молочных желез. Это было сделано совместно с Джамалом Беняшвили из Белийского института онкологии. И можно видеть, что помещение животных в постоянное освещение стимулирует рак молочной железы. Содержание их в темноте останавливает практически до нуля. Это коррелирует с уровнем пролактина и мелатонина. Вот еще работа, которая была интересна специалистам этой области. Оказалось, что световой режим влияет на «Канцерогенез» даже толстой кишки, которая не имеет никакого контакта непосредственно со светом. Вы видите, что свет, содержание под постоянным освещением увеличивает риск рака, частоту рака толстой кишки у крыс, которым водился деметилгидрозин. В темноте развивалось меньше опухоли. Мелатонин препятствовал развитию рака толстой кишки у крыс, которые содержались под постоянным освещением. Вот еще работа, значимая, которая была отмечена пресс-релизом журнала Национального ракового института, Международного института, Международного журнала рака, International Journal Cancer. Вы видите, что интенсивность освещения имеет значение. При 2500 люксах значительно больше опухолей возникает, а не больше по размерам. А введение мелатонина устраняет эти эффекты. Вот еще одна работа была сделана в Cell Cycle. Постоянное освещение усиливает канцерогенез матки у мышей. Все это было изучено с использованием микрочиповой технологии, изученной экспрессией 15 тысяч с лишним генов. Это совместная работа с Национальным институтом старения США в Балтиморе. И было показано, что мелатонин контролирует те гены, которые отвечают за клеточный цикл, клеточную пролиферацию, адгезию клеток, мембраны, транспорт и митохондриальные гены. Это было опубликовано в хороших журналах. Вот сумма. Мелатонин угнетает канцерогенез у грызунов. На множестве моделей показано. Сейчас этот список уже расширен. Уже докладывалось, что мелатонин влияет на клинические проявления рака у человека. Вот в 2013 году в нашем институте была сделана работа, выполнена Ермаченковым, который показал, что безрецидивный период увеличивается на 27% раки желудка и раки толстой кишки. При применении мелатонина на ночь. Вот механизмы противопухолевых действий мелатонина. Здесь показано, что мелатонин обладает палеотропными эффектами. Оно угнетает множество показателей, которые существенны для развития опухоли, стимулируют иммунный надзор, паптос, антиоксидантный эффект. И вот еще угнетает экспрессию генов, ответственных за развитие рака, стимулируют экспрессию антионкогенов. Я хочу провести суммарные данные, свидетельствующие о том, что в институте онкологии, я здесь выбрал только институт онкологии, потому что он, в его стенах проходит это мероприятие. Вы видите, 15 кандидатских диссертаций, 4 докторских, не считая 150 публикаций, включая 8 монографий и 48 зарубежных публикаций. Это все огромный массив. Вы слышали в выступлениях, в докладах Игоря Моисеевича Квитнова, что много диссертаций было защищено под его руководством по мелатонину. Очень много диссертаций сделано в Ставрополе, в институте окушельства. Вот основные публикации, которые были вышли из института онкологии. Видите, 97-й год, мелатонин и кола, толстые канцериноз толстой кишки, это первая работа была. Мусатов совместно с французами сделал, это наш аспирант, сделал работу, показавшую, что мелатонин обладает иммуномодулирующим действием на мутагенез. Ингибирование мелатонином показано на рак шейки матки и влагалище, рак толстых, рак молочной железы. Вот здесь все перечислено. Роль света, конечно. Вот здесь показаны монографии сборники по проблемам мелатонин-рака, вышедших из стен нашего института, или при участии. Работа 2000-го года мелатонин физиологии и патологии желудочно-кишечного тракта получила признание президентом Российской академии медицинских наук удостоил авторов премии имени Василенко. Вот выглядят как наши книжки и работы. Вот посмотрите, какое количество учреждений было вовлечено. Здесь перечислены только российские на этом списке. Институт физиологии в Непалов, КОМИ, филиал, КОМИ-научный центр в Сыктывкаре, Институт биорегуляции и геронтологии, Институт ОТО, Рентгеновский институт, сейчас сложно называется, имени Гранова, Университет Павлова, Петрозаводский университет, Государственный университет, Мордовский университет, там пять диссертаций сделаны, кроме той, которой мы руководили. Институт геронтологии в Киеве, Институт эндокринологии в Харькове, и Институт экологии в Тбилиси. Здесь участники исследований международные. Это Итальянский национальный центр старения Анкона, Национальный институт старения США, Центр здоровья Сан-Антонио, Тюбинген университет, Дюк-юниверситет США, факультет медицины университета Петисальпетрии Парижа, Инсер, это Каин, Иерусалимский университет и Макс Планка институт. Вот важное событие произошло буквально на днях. Мы получили неделю назад или две электронную версию монографии МАИРа, Международного агентства по изучению рака, в которой рабочая группа пришла к заключению шестменной работопроводящей нарушение циркадных ритмов канцерогена для человека. И подчеркнуто, что экспериментальным доказательством канцерогенности светового десинхроноза является работа Института онкологии. Это серьезный вклад Института в изучение этой проблемы. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует...